Всем привет! Наверняка вы сталкивались со следующей проблемой. Разбирая ту или иную песню, риф или соло, у вас какие-то куски или даже всё целиком не совпадает и не звучит как оригинал. Либо вам кажется, что всё звучит оригинал, но играя под минус, вы не совпадаете с ним. Также похожие проблемы у вас могут возникать при игре одновременно с несколькими музыкантами, например, с басистом и барабанщиком. Вы просто в какой-то момент, что называется, вылетаете. Не понимаете, где у вас доля, где у вас начало, где конец такта. А быть может, вы просто и вообще не знаете этих терминов и не понимаете, о чём идёт речь. Либо вы играете более-менее ритмично, но мгновенно теряетесь при виде всяких вот этих маленьких закорючечек, непонятных флажков и всё, что связано с предметом нотного письма. И не понимаете, сколько по времени должна звучать та или иная нота. Это важно, если вы видите первый раз музыкальное произведение и при этом вы не знаете, как оно звучит, то есть оно написано только на бумаге. Все эти проблемы возникают у вас из-за пробелов в знании и понимании ритмических структур. Что такое сильная и слабая доля, что такое ритмические паттерны, как они взаимодействуют друг с другом. Вы просто неправильно слышите тот ритм, который вы слушаете. И это самая большая проблема неритмичных людей, а все, когда начинают играть на музыкальном инструменте, они неритмичные. То есть проблема не в руках, она здесь в голове. Специально для того, чтобы решать такого рода проблемы, мы сделали курс, который называется Теория ритма. В этом курсе мы рассматриваем базовые и важнейшие принципы ритмической игры, чтобы вы могли играть правильно, попадать в метроном, в минус и в гру в целом. Также вы научитесь читать ритмические рисунки с листа. То есть перед вами поставили лист с нотами, вы сразу понимаете, что там ритмически происходит. Можете нахлопать это ритмически, можете наиграть это на гитаре сразу. Также важнейшей ролью этого курса является обучение вас игре под метроном. Чтобы метроном стал для вас не каким-то врагом и напрягающим субъектом, чтобы он стал вашим другом, чтобы заниматься с ним казалось вам даже проще, чем без него. Если вы не занимаетесь под метроном, то я вам сразу скажу, на собственном опыте и на опыте кучи учеников, которые у меня было, у вас есть какие-то ритмические проблемы. Они могут не касаться каких-то совсем простых ритмических рисунков, но как дело касается 16-х нот, в общем, рисунков более сложных, фанковых, фанк-роковых, то сразу начинаются завалы. Также это касается соло, потому что соло более насыщено нотами, они там возникают, просто говоря, чаще их там больше, чем в рифах и так далее. Запомните, если вы играете под метроном, вы можете играть без него легко. Если вы не играете под метроном, то, скорее всего, если он поставится первый раз перед вами, вы не попадете в него, а значит вы не попадете в группу, с которой вам приходится играть. Далее, в этом курсе я расскажу вам, что такое такт, что такое доля, что такое лига, что такое пауза, всякие длительности нот, как 16-е, секстоли, триоли и их производные. Я расскажу вам, что такое ритм свинка и чем он отличается от обычных восьмых. В общем, весь материал касательно ритма будет мною вам предоставлен, и вам останется только внимать, запоминать и, делая упражнения, совершенствоваться в игре ритмических партий. Все это мы с вами будем изучать на примере конкретных примеров из музыки. Мы с вами разберемся, что такое синкопа на примере токенрольного звучания, мы разберемся, как строится звучание синкопированной регги музыки. Раз, и, два, и, три, и, четыре, раз, и, два, и, три, и, четыре. Мы с вами, повторюсь, разберем, что такое шахл и свинк на примере блюза. И мы с вами полностью въедем в теорию и пульсацию с 16-ми на примере стиля фанк и фанк-рок. Важная деталь и нюанс этого курса в том, что при прохождении всех заданий вам не нужна гитара, то есть вам не нужен музыкальный инструмент. Естественно, мы с вами закрепляем каждый блок к исполнению на гитаре. Я вам это показываю на амстической, но также можно это делать и на электрической гитаре. Но, в принципе, если вы все делаете, прохлапывая все эти рисунки ладонями... Три, и, четыре, и... ...то вы можете это перенести абсолютно на любой музыкальный инструмент. На гитару, на фортепиано, на бас-гитару, на барабаны, на голос. Все будет вам подвластно. И запомните, если вы это можете прохлопать, вы можете это сыграть. Скорее всего, если вы не можете прохлопать тот или иной ритмический рисунок, то сыграть его вы не криво тоже не можете. Этот курс отлично подходит для новичков, потому что, если вы только-только недавно взяли инструмент в руки, то начать стоит прямо сейчас заниматься ритмом. Если вы играете уже давно и уровень ваш продвинутый, то вы можете попробовать себя и просмотреть все эти упражнения. Обязательно какие-то из этих упражнений вызовут у вас трудности. И, соответственно, после того, как вы преодолеете их, ваш ритмический базис и уровень сразу станет на ступеньку вверх. И всем станет от этого, естественно, еще лучше. Также этот курс совершенно вам необходим, чтобы хотя бы один человек в вашей группе мог понимать, что происходит ритмически правильно. Ну и меня зовут Денис Шевченко. Я профессионально играю на гитаре на сцене более 15 лет. Более 8 лет я преподаю своим студентам и являюсь автором этого классного курса «Теория ритма» и сооснователем сообщества «Первый мат». Если этот курс вам интересен, то жмите на ссылку в описании и увидимся уже непосредственно в...